Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И сегодня мы продолжаем очень важную тему. Вы знаете, что у нас в Москве ситуация с ковидом, да и в стране ситуация с ковидом ухудшается. В Москве особенно, потому что больше половины заболевших это, конечно, москвичи и приезжие в Москву. И, соответственно, мы будем говорить об этом, я думаю, что в эту третью волну гораздо чаще. Сегодня у нас очень важная лекция. Мы будем рассказывать о том, как препараты лечат ковид-19. Мы попытаемся вам просто, простым языком рассказать о сложном, о том, как препараты могут лечить ковид-19. Сегодня мы прежде всего будем говорить об антикогулянтах, мы будем говорить о иммуномодуляторах, мы будем говорить о противоаллергических препаратах. Причем, как ни странно, мы будем делать это на примере одного всего препарата, который является и тем, и другим, и третьим. Но это сделано специально для того, чтобы вам проще было понять, как действуют препараты, которые используются для лечения ковид-19. Мы, конечно же, основываемся при этом на американских рекомендациях по лечению ковид-19. Последних редакциях, где вы знаете, мы уже говорили об этом, не будем повторяться. У них есть препараты, которые они однозначно рекомендуют при определенных обстоятельствах. Еще раз говорю, при определенных обстоятельствах не рекомендуют. Опять же, при определенных обстоятельствах вообще не рекомендуют. И теплопрепараты, показания которых при ковид-19, они уточняются, потому что каких-либо данных не хватает. Так вот, среди иммуномодуляторов, чьи показания при ковид-19 уточняются, есть препарат флавоксамин. Мы уже об этом препарате рассказывали. Это ракона, которая есть у нас в нашей стране. Доступно 100 миллиграммов, а это вот доза в последних исследованиях фигурирует. 100 миллиграммов раконы в день в течение 15 дней заболевания ковид-19. Стоимость всего 33 рубля в день такого лечения. Мы рассказывали о результатах. Сегодня речь идет не об этом. Сегодня мы вам будем рассказывать о механизмах действия. Как противоковидные препараты работают. Основываемся вот на этой статье. Описание механизмов действия. И обратите, пожалуйста, внимание. Вот мы всегда вам даем ссылки, вот такие большие ссылки на слайд, на статью. Там есть автор Анжела Райерсон. Это герой нашего, одного из наших роликов. Нам всегда очень приятно, когда можем рассказать что-то об авторе статьи. Потому что на самом деле мы считаем это важным. Мы считаем, что очень важно, чтобы у людей складывалось личностное отношение с наукой, с авторами статей. Потому что иной раз у многих зрителей, вероятно, возникает такое ощущение, что это какие-то там далекие небожители, которые занимаются, бог и с чем, на деньги фармацевтических компаний. На самом деле это не так. Это детский психиатр Анжела Райерсон. Мы, кстати, собираемся рассказать о том, чем наши детские психиатры занимаются. Я думаю, что в скором времени мы это сделаем. Послушайте, совершенно не тем они занимаются. Так вот, она работает детским психиатром в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Когда отболела сама COVID-19, мы рассказывали об этом, она сама задумывалась о том, что можно, что бы она могла сделать. Вспомнила про то, что флавоксамин в экспериментах на животных способствовал подавлению сепсиса. Это воспаление, очень тяжелое такое заболевание, когда бактерии проникают в кровь, и воспаление распространяется по всему организму. Вот она, эта работа вспомнила, предложила использовать флавоксамин. Вот что из этого получилось. Флавоксамин включен в американские рекомендации по лечению COVID-19. Но сегодня мы не об этом еще раз. Мы сегодня будем рассказывать о механизмах действий. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что до прочтения этой статьи я много знаю. Я постоянно читаю о механизмах действия флавоксамина. Но на самом деле я, инстинктивных ингибиторов обратного захвата серотонина, я много чего не знал. Ну, например, воздействие этих препаратов на тучные клетки. Что такое тучные клетки? Вот вы видите здесь фотографию этой самой тучной клетки. И вы видите, что эта тучная клетка, она содержит в себе очень и очень много гранул. Так вот, самое интересное, что это тучная клетка, она не жирная эта клетка. Тучная она из-за того, что она содержит много содержимого. Не надо путать эту тучную клетку с жирной клеткой. Так вот, она содержит множество гранул. Чуть позже мы скажем, какие вещества в этих гранулах содержатся. И в ответ на повторное действие аллергена происходит так называемая дегрануляция тучных клеток. Вот видите, слева тучная клетка в покое. Справа она начинает выбрасывать огромное количество различных веществ, которые и формируют, собственно говоря, аллергическую реакцию. Причем, что самое интересное, вот после этой полной дегрануляции, когда все гранулы из этой тучной клетки вышли, тучная клетка не теряет своей жизнеспособности, она продолжает жить, может снова накапливать эти вещества. А какие эти вещества? Ну, например, гистамин. Ключевое, на самом деле, это и нейромедиатор, это и ключевое вещество, которое обеспечивает аллергию. Это и серотонин, это различные другие вещества. Вот все эти вещества, они содержатся в гранулах тучных клеток. Зачем я это все вам рассказываю? Ну, потому что очень часто возникает такой вопрос. Вот, например, я аллергик. И если я аллергик, то могу ли я, скажем, прививаться вакцины? Ведь вы знаете, что вакцины могут давать аллергические реакции. Надо вам сказать, что мы довольно прохладно относимся к, сразу скажу, к вакцине, которая называется спутник Ви. Но надо вам сказать, что аллергические реакции не являются самыми частыми осложнениями этой вакцины, надо сказать, объективно. Но почему-то люди инстинктивно боятся именно этого. Вот они задают вопросы, можно ли прививаться, если аллергик. Так вот, что делают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина? Они предотвращают дегрануляцию тучных клеток. И вот все эти вещества, которые обеспечивают аллергическую реакцию, они просто из тучных клеток не выходят. Честно вам скажу, что я о том, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина являются препаратами, которые способствуют лечению аллергии, что они являются, в общем-то, антигистаминовыми препаратами, я, честно говоря, даже и не знал. Антигистаминовые не в том, что они действуют на гистаминовый рецептор, то есть они усыпляют человека, а в том, что они препятствуют развитию аллергических реакций, которые вызывают гистамин. Я, честно говоря, об этом не знал. Так вот, если вы, соответственно, будете, вот часто спрашивают, могу ли я делать вакцину на фоне, например, приема каких-то препаратов, включая психотропные препараты. Не секрет, что многие больные, они принимают психотропные препараты полгода, год, это селективный ингибитор обратного захвата сертонина. Но, очевидно, что если вы будете принимать селективный ингибитор обратного захвата сертонина, то риск, потенциальный риск развития аллергической реакции, он должен быть, конечно же, ниже. Ну, надо вам сказать, что на этом функция точных клеток, она не исчерпывается. Одним из веществ, которые содержатся в этих самых гранулах, это цитокины. Они, тучные клетки, участвуют в иммунных процессах, а вы знаете, что одним из осложнений, опасных осложнений COVID-19, который потенциально является смертельным, является так называемый цитокиновый шторм, проявление которого, вот вы видите здесь, там и сыпь, и повышение температуры, и увеличение селезенки, и определенные изменения в крови. Но самое главное, что такое из себя представляет цитокиновый шторм, это гипериммунная реакция, то есть иммунитет пошел в разнос, и вместо того, чтобы уничтожать врага, уничтожать того, кто проник, он начинает уничтожать собственные клетки, то есть избыточная такая реакция, называется цитокиновый шторм. Так вот, если вы будете продолжать прием СИАЗС, то риск развития цитокинового шторма будет, конечно, ниже, потому что, еще раз говорю, селективный гибитор обратного захвата серотонина препятствует дегрануляции тучных клеток. Есть еще очень важный аспект того, что происходит при COVID-19. Вы, наверное, часто слышите о так называемых тромбозах. Надо вам сказать, что ученые до сих пор спорят о том, из-за чего эти самые тромбозы возникают. Мы не будем вас мучить этой информацией, дискуссия идет, мы как-нибудь обязательно об этом вам расскажем, но совершенно точно известно, что даже если люди принимают антикоагулянты, здесь в данном случае, конечно, проводились исследования на наиболее тяжелых больных, которые попали в реанимацию. Все равно, несмотря на то, что они принимали антикоагулянты, у них риск развития вот этих тромбозов, то есть, когда тромбы образуются внутри сосудов, достигает 30%. То есть, риск тромбозов, вообще-то говоря, при COVID-19 довольно велик. Из-за этого надо принимать антикоагулянты. Надо вам сказать, что и здесь мы вам можем рассказать, ну, собственно говоря, один из механизмов возникновения таких тромбов, еще раз подчеркиваю, один из механизмов возникновения таких тромбов, и рассказать о том, как препараты, антикоагулянты некоторые могут действовать. Ну, обратите, пожалуйста, внимание, что для образования вот это тромбоциты, клетки, вот эти тромбоциты могут быть неактивированы. Неактивированные тромбоциты содержат нейромедиатор серотонин. Если серотонин выбрасывается вовне, то эти тромбоциты активизируются и начинают слепаться под влиянием серотонина. Так что, собственно говоря, и образуются тромбы. Так вот, очевидно, что для того, чтобы тромбоциты начали слепаться, у них должен быть определенный запас серотонина. Этот запас обеспечивает белок, который обеспечивает, извините за тавтологию, заброс этого самого серотонина в тромбоцит. И этот белок точно такой же, который обеспечивает заброс серотонина обратно в нейрон. То есть, это обратный захват серотонина. Еще раз говорю, один и тот же белок, один и тот же фермент обеспечивает обратный захват нейрон, обеспечивает обратный захват в тромбоцит. Что делают антикоагулянты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина? Являются антикоагулянтами. Они мешают накоплению серотонина внутри тромбоцита. И, соответственно, вот эта вот тромботическая реакция, которая наступает у больных с COVID-19, она наступает гораздо реже. Соответственно, риск тромбоза при использовании селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, любых, в том числе флуоксамина раконы, он снижается. Но есть механизмы, которые, по всей видимости, свойственны только раконе. Вот то мы сейчас говорили о механизмах, которые свойственны, по-видимому, всем селективным ингибиторам обратного захвата серотонина. Но есть особые механизмы, которые характерны только для ракона и связаны с влиянием этого антидепрессанта на так называемые сигма-1 рецепторы. Не будем вас мучить этими терминами. Пожалуйста, посмотрите, у нас есть целый плейлист, он так и называется, ракона, флуоксамин. Там это все есть. Страшные слова. Антагонисты, агонисты, сигма-1 рецепторы. Так вот, переходим к делу, переходим, собственно говоря, к возможности воздействия на COVID-19. А как вообще действуют иммуномодуляторы? Вот мы с вами говорили фактически об антиаллергических препаратах, об антикоагулянтах. А как действуют иммуномодуляторы? То есть препараты, которые модулируют иммунную систему. Ну, надо вам сказать, что мы должны ввести здесь новый термин. Новый термин – это лизосома. Это одномембранные пузырьки, которые содержат ферменты. Ну, надо вам сказать, что у любой клетки кишечника нет. Но вместо кишечника у них есть вот эти самые лизосомы. Пузырьки одномембранные, которые содержат различные ферменты. И они просто переваривают все то, что клетке не нужно. И выбрасывают переваренные остатки наружу клетки. То есть это выделительная пищеварительная система клетки. Так вот, весь ужас в том, что вот эти самые лизосомы начал использовать вирус SARS-CoV-2 COVID-19 для передвижения внутри клетки. Он очень хитрый. Мало того, что он использует определенные рецепторы, мы об этом рассказывали, для того, чтобы внедриться, так называемые АСС-2 рецепторы, АПФ-2 рецепторы, которые используются и для лечения артериальной гипертензии. Но теперь они еще используют и лизосомы для того, чтобы передвигаться внутри клетки. А им надо передвигаться внутри клетки. Им нужно добраться до эндоплазматического ретикулума. Это такая органелла в клетке, на которой, собственно говоря, происходит синтез различных веществ, которые нужны вирусу для того, чтобы размножиться. Ну и дальше вот эти все вещества, собственно говоря, собранный этот самый вирус, он начинает выводиться из этой самой клетки с помощью все тех же самых лизосом. То есть можете себе представить, что он творит. Он использует определенные механизмы наши, которые существуют, чтобы внедриться, и использует пищеварительную систему внутри клетки для того, чтобы передвигаться по ней и выйти наружу. Что делает ракона? Вот в этой статье очень интересно про это все написано. Огромное количество литературы проанализировано. Проникает внутрь клетки. И это очень интересно, потому что я всегда мучился вопросом, а может ли препарат проникать внутрь клетки? Или действует только на рецептор. Проникает, оказывается, внутрь клетки. И самое интересное, что проникает внутрь вот этой самой лизосомы, вот этого пищеварительного пузырька. И там подвергает, есть такой процесс присоединения протона, который изменяет кислотность среды внутри лизосомы. Лизосома должна быть подкислена внутри, чтобы она нормально работала. Так вот, если она, ракона, проникает туда, это вот подкисление нарушается. Соответственно, вот эта сама лизосома, пузырек, становится нестабильным. И вот этот вот мерзкий вирус не может использовать лизосому для того, чтобы передвигаться внутри клетки. Это очень плохо для вируса, потому что на самом деле он тогда не может выйти наружу, не может выйти наружу, не может устроить дальнейшее размножение самого себя внутри нашего организма. Вот этот механизм, он потрясающий. Я вот впервые о нем услышал, вам с удовольствием об этом рассказываю. Но еще есть один механизм, он тоже в этой статье о нем рассказывается. Мы об этом механизме уже рассказывали. Соответственно, для нас он не являлся новым. Дело в том, что Сигма-1 рецепторы находятся вот в этом самом эндоглазоматическом ретикуламе, где и происходит синтез вируса. И Сигма-1 рецепторы важны вирусу для размножения. И если препарат Ракона связывается с этими самыми рецепторами, то вирус не может их использовать. И тогда вирус начинает размножаться гораздо хуже. Вот вам механизм действия иммуномодуляторов. Но на самом деле это еще не все механизмы действия иммуномодуляторов, которые мы с вами можем рассмотреть в связи с препаратом флавоксамин. Есть еще такие, мы вас запутали терминами, есть так называемые инфломосомы. Структурная единица аутоиммунного воспаления. Обратите, пожалуйста, внимание, это особый белковый комплекс, белок в макрохагах и нейтрофилах, клетках, которые провоцируют запуск воспалительной реакции при контакте с различными вирусами, микроорганизмами. Так вот, вирус активирует инфломосомы и вызывает цитокиновый шторм. Мы говорили, гипераргическая реакция воспаления, которая губит человека, которая приводит к резкому повышению температуры, к увеличению селезенки, появлению сыпи и изменения в крови соответствующие. Так вот, оказывается, что этому препятствует мелатонин. Вот мелатонин не дает вирусу, во всяком случае, снижает риск развития этого самого цитокинового шторма. Он не дает вирусу активизировать инфломосомы. Это да, да, это тот же самый мелатонин, который мы привыкли считать гормоном сна, который синтезируется у человека ночью в шишковидной железе под влиянием того, что свет не действует на супрахиазмальное ядро, синтезируется мелатонин, который на самом деле выполняет очень много важных функций по всему организму. Днем его у нас, к сожалению, мало, потому что днем он не синтезируется. Так вот, надо вам сказать, что мелатонин метаболизируется в печени. Это давно установленный факт. И он метаболизируется в печи, попросту говоря, разрушается под влиянием цитохрома 1А2. Он осуществляет метаболизм этого самого мелатонина, расщепляет мелатонин. Так вот, давно известно, что ракона является мощным ингибитором этого цитохрома. Угнетает работу цитохрома, и мелатонин не метаболизируется. В результате количество мелатонина возрастает. Соответственно, возникает ситуация, когда мелатонин действует на инфломасомы и не дает коронавирусу вызывать цитокиновый шторм. Соответственно, если принимать ракону, иммуномодулятор, одновременно антикогулянт, антиагрегант, как хотите, одновременно антиаллергический препарат, противоаллергический препарат, то, конечно же, возрастает вероятность более легкого течения инфекции, что и продемонстрировано было на самом деле в нескольких исследованиях, а также снижается количество серьезных осложнений. Надо вам сказать, что в этой статье есть еще много чего нового. Пожалуйста, если хотите прочитать эту статью, она в полнотекстовом доступе существует, вы можете ее скачать, прочитать, довольно просто она написана. Фактически, это дайджест из различных цитат, там никаких особенных рассуждений нет. Но самое интересное, что в настоящее время, если следовать этой статье, обсуждается возможность использовать ракону и при других вирусных инфекциях, потому что, к сожалению, наш прогноз таков. На SARS-CoV-2 наши проблемы с вирусом не закончатся на COVID-19, может быть, будет там COVID-23-25, неизвестно, но это обязательно последует. Ну вот на этой неприятной ноте я завершаю эту лекцию. Как всегда, мы вас очень просим, становитесь спонсорами нашего канала. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, где вы еще узнаете такую информацию. Ну и пишите нам комменты, ставьте, конечно, лайки. И если у вас есть возможность отблагодарить за эту лекцию нас, то вы найдете в описании ролика реквизиты счета. До новых встреч!